Сегодня хочу поговорить о желчегонных продуктах. Их обязательно нужно внедрять в свой ежедневный рацион. Они дают хороший отток желчи, поддержат фазы детоксикации печени, зарядят антиоксидантами, а также будут способствовать росту хорошей микрофлоры в вашем кишечнике. Особенно сильным желчегонным эффектом обладают соки. Редьки, репы, огурца, свеклы, свежие капусты, хрена, топинамбура. Но не путать с сиропом топинамбура. Они увеличивают выработку желчи в 2-3 раза. Сок алоэ обладает очень выраженным желчегонным эффектом. Достаточно добавлять 1 чайную ложку сока алоэ на стакан воды и употреблять за 30-40 минут до приема пищи. Сок алоэ подходит для тех, у кого есть гастрит с пониженной кислотностью, так как стимулирует выработку желудочного сока. Куркума. Можно добавлять в любые блюда, а также в масляный дрессинг. И не забывайте про черный перец. Так куркума будет лучше усваиваться. Имбирь в любом виде. Растительные масла. Добавляйте их в теплую пищу. И тем самым усиливается желчегонный эффект продуктов питания в несколько раз. И не нужно бояться калорийности масел. Топленое масло кхи. Желчегонный эффект даже сильнее, чем у растительных масел. Если в рационе ваше минимальное количество мучного и сладкого, вы не поправитесь. В обратном случае, если вам нужно набрать вес, то плюс к углеводам добавление масла кхи даст свои результаты. Яйца с мягким желтком. Прекрасный желчегонный эффект. Поэтому завтраки с яйцом пашот работают. Авокадо, оливки. Корень цикория. Прекрасное желчегонное и мочегонное средство. Напитки из цикория обладают мягким слабительным эффектом. Снижают сахар в крови. Настоящий корень цикория в корешках или молотый можно заказать на сайте iHerb. Всегда в описании под видео есть ссылка на мою индивидуальную ссылку на iHerb, где вы можете получить даже дополнительную скидку. И не забывайте, что напиток из цикория лучше употреблять перед приемом пищи. Чай с мятой, отвар шиповника, имбирный чай тоже обладают желчегонным действием. Вся зелень. Чем более горький вкус, тем более выраженный желчегонный эффект. Например, рукола, зеленые листовые овощи, укроп, шпинат, ревень. Крестоцветные. Цветная капуста, брокколи, сельдерей, артишок, кислые фрукты и ягоды, грейпфрут. Периодически можно подключать желчегонные сборы трав. Кукурузные рыльца, цветки бессмертника, корень барбариса, плоды шиповника и уже готовые аптечные сборы. Принимать такие отвары трав следует 3-4 раза в день до приема пищи за 30 минут. И помните, в ежедневном рационе всегда должен присутствовать горький вкус. Будьте здоровы, мои хорошие! Напишите обязательно в комментариях, какие вы из этих перечисленных продуктов уже ввели в свой ежедневный рацион. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!